В Твери первых пациентов принимает диализный центр «Нефролайн». Проект реализован при финансовой поддержке ВЭБ-РФ. В учреждении имеется 27 аппаратов «Искусственная почка» последнего поколения, которые рассчитаны на оказание помощи 162 пациентам при трехсменном графике работы. В новом медцентре побывала и наша съемочная группа. Борис Тимофеев три раза в неделю проходит длительный четырехчасовой курс гемодиализа. Уже 9 лет своей жизни, узнав о своем заболевании, хронической почечной недостаточности, он проводит в подобных кабинетах. А недавно он перешел на лечение в новый диализный центр и стал его постоянным пациентом. Говорит, центр приятно поразил его современными аппаратами, квалифицированными сотрудниками и комфортностью процедуры. Замечательные впечатления. Хорошие врачи, отзывчивые медсестры. Умею с чем сравнивать. Здесь очень хорошо, тепло. Борис говорит, что центр по качеству услуг не уступает ни одному коммерческому учреждению, где за одну подобную услугу медики берут деньги. В среднем за год люди, которым необходим гемодиализ, должны тратить на него порядка 900 тысяч рублей. А здесь мужчина так же, как и другие пациенты центра, проходит курс абсолютно бесплатно по полису ОМС. И мировая статистика, и статистика Тверской области, она доказывает, что основные пациенты, которые оказываются на диализе, это пациенты с социально значимыми заболеваниями. Артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение. И в меньшей степени заболевания почек. То есть, на самом деле, есть группы риска, которые рекомендуются терапевтам выявлять. То есть, те люди, которым необходим ежемесячный, ежеквартальный контроль креатинина. Процедура гемодиализ необходима пациентам, у которых почки не способны самостоятельно выполнять свою функцию. Проходя через специальный аппарат, кровь очищается и поступает обратно в организм. При этом почки не нагружаются лишней работой, им нет необходимости фильтровать шлаки, соли и другие вредные продукты. Аппарат механически позволяет забрать кровь у пациента и вернуть. Вне тела пациента кровь проходит через диализатор. Это полупроницаемая мембрана, которая позволяет вывести уронические токсины. Открытие такого центра стало необходимостью, считают специалисты. Ведь ежегодно количество больных, для которых жизненно важно проводить такие процедуры, увеличивается на 30-40 человек. Количество больных, которые у нас в регистре, и регистр ведется больных с КПН 2006 года, тоже значительно вырос. Что выросла популяция больных, которые получают до диализной терапии, это почти 800 человек. И, соответственно, выросло количество больных, получающих заместительную почечную терапию. Все больные абсолютно имеют группу инвалидности, все обеспечены соцпакетом. И в программе дополнительного лекарственного обеспечения достаточным количеством обеспечивается лекарственным препаратом. Методика искусственного очищения крови при различных патологиях почек стала настоящим спасением для большого количества пациентов. При правильном проведении процедуры и соблюдении рекомендаций она значительно увеличивает продолжительность жизни. Пациенты, проходящие процедуру диализа, могут смело рассчитывать еще на 30 лет счастливой жизни.